В Чувашии запущен новый механизм взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями. По указу президента России к 2020 году должно быть создано около 25 миллионов модернизированных рабочих мест. Как приспособить обучение к нуждам экономики, обсудят участники Межрегионального совета профессионального образования Приволжского округа. В Чувашии уже есть что рассказать. В Чувашии на сегодняшний день функционируют более 50 учреждений начального, среднего и высшего образования, которых обучается более 80 тысяч будущих специалистов. Работодатели заинтересованы в том, чтобы система профессионального образования соответствовала их требованиям и готовила высококвалифицированных специалистов, а выпускники в хорошо оплачиваемой и достойной работе. Но реальная картина не соответствует требованиям времени. Если взять цифры, статистики, из 10 единиц взять, один специалист нужен с высшим образованием, из 10, два специалиста с средним образованием и 7 специалистов с рабочим. У нас что мы выпускаем? Гузы, СУЗы и ПОО. Четыре с высшим, два с средним, практически по среднему, ну один к одному, и четыре выпускаем рабочих специальностей. Проще говоря, одних специалистов днем с огнем не сыщешь, а других слишком много. Это несоответствие негативно сказывается на экономике республики и страны в целом. Поваров и кондитеров не надо готовить там миллионы, тысячи штук, да? Для этого должен определенный обоснованный анализ должен быть, сколько их готовить сварщиков, сколько строителей, сколько швей. Пока не хватает как раз инженеров специальностей, технорей, так называемых, не только в системе среднего профессионального образования, даже вузовского образования. Связь учебных заведений и предприятий была потеряна в 90-х годах. И только последние несколько лет баланс начал восстанавливаться. Заключаются взаимовыгодные договора, предприятия вкладывают деньги в развитие учебных заведений. Мы за год обучили почти 100 монтажников электронной аппаратуры и числа взрослых. За 18 человек заплатила ЭЛАРа. Целевой был контрактный заказ. Остальные заплатили деньги сами. Получение этого документа позволило им устроиться на работу. То есть они стали востребованы. В Чувашии планируется открыть 7 центров прикладной квалификации, которые будут готовить специалистов по таким востребованным направлениям, как транспорт, машиностроение, строительство и другие. Такой опыт уже есть во многих странах. В течение двух дней в республике будут проходить заседания по развитию государственно-частного партнерства в профессиональном образовании, в которых примут участие гости из 14 регионов России. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика.